всем доброго времени суток банда сегодня у нас такой хороший воскресный день вот и как вы поняли по картинке сегодня будет какой-то тест шнуров да все уже увидели маритан да его я к чему показываю я вот тут снимал как-то видео по тесту данных двух шнуров да и мне люди начали писать что не до его единой 12 жильный на что есть еще у нас кое-какие на сегодняшний день еще шнуры появились 12 жильная да на тот момент когда я покупал дайву и рыбачу и мне до сих пор не у меня ходят еще пока за пять лет я не один шнур 12 жильный дайва не смог превратить в систему как бы сказать безнос до грубо говоря то есть ну в утиль вот и я продолжаю ими пока еще рыбачить и на тот момент когда вышла 12 жильная дайва не было никаких 12 жильных шнуров кроме нее но мне тут подписчики быстренько накинули в комментариях что до появились еще какие-то там 12 жильные шнуры ну я при каком-то моменте думаю почему бы это все дело не попробовать как раз заказывал себе воблеры с алиэкспресса и думаю дай-ка я вот прикуплю вот такой вот шнур вполне себе адекватная цена думаю что тут алиэкспресс сейчас торгует всем да почему бы там и не прикупить какую-то вещь сейчас как не посмотришь на ютубе многие блогеры там со всех утюгов короче блин вещает что на алиэкспрессе тоже самое все японская все там тоже самое качественное вот тут как-то недавно смотрел тут блогера одного он там тоже там да его себе прикупил вот игрит заказывал в русских магазинах заказывал на алиэкспрессе все горит одно и то же вот все горит одно и то же не спорил может быть русских магазины покупает что-то с алиэкспресса наверное по-любому до торгует но то что сделано наверное где-то там в японии до куплено по крайней мере и куплено в наших магазинах это не факт что она может быть японскими качественным то есть по интонации по риторике начала разговора вы уже поняли что тут конечно полный трэш ну давайте банда его разбирать то есть я уже сразу же приоткрыл занавес так вот все ли оно такое на алиэкспрессе японская как и в самой японии я конечно с японии не заказывал подобный шнур вот но думаю навряд ли причем его заказать быстренько я тут по ютубу пробежался посмотрел на него какие-то обзоры обзоров на него немного но все конечно положительные и люди тоже его заказывают там и с алика и где угодно я там одному блогеру написал говорю дружище ты говорю вообще как бы это жилы у него там пытался гору распустить посчитать сколько там жил на что он не через какое-то время затух ну как были потом задержкой ответил что блять такой тонкий извиняюсь за выражение вырвалась банда такой тонкий шнур что я не смог горит распустить блин я на дайвах даже на 0 6 по и все распускал жил как жилки все посчитать можно 12 жил вот тут я уже его маменька мани маленечко помял сколько раз и это доставал смотрел смотрел по телефону штрих-код были не могут это вот все пробивал болень все японская все логотипы действительно я много чего с японского в свое время привозил заказывал не болеть все извиняюсь все соответствует реально все соответствует ну что это с японии вся эта история вот и как у всех есть бумажка вот и действительно у него такая вот убогая шпуля вот ну все параметры такие вот ну начнем мою историю вот я вот так растянул раз на как бы сказать вот так вот провожу и тут же у меня в голове что-то тут не то я же там посмотрел за этот шнур у всех блогеров все там и говорят вот он там чрезвычайно скользкий да так я даже потом смотрел у всех и цвета такого же тоже есть один в один даже на видео видно туда же если присмотреться на его поверхность да она даже видно что она прям с такими рифления my на палец это чувствуется я только чувствую что у 12 жильных шнуров не может этого быть такого тут я начал его расплетать на косички действительно расплетению он поддавался сложно я это блин расплетал вот и что у меня получилось смотрим результаты грубо говоря всего этого анализа все распускается ровненько все блин но 8 жил как так вроде 12 жильный все маркировки все как ровно блин мужики я распускал больше наверное раз пяти то еще до там десяти раз там и под лупой там и тонкой иголкой и все ну получается у меня 8 жил хоть ты тресни вы смотрите даже сфотографировал вот чтобы ну не было никаких вопросов видите вот он вот он как не считай 8 жил и на руку он сразу же чувствуется что-то 8 жил думаю фиг его знает думаю ну братья японцы навряд ли бы стали бы себе репутацию с тем более с фирмы шумана подрывать вот такой истории но думаю ладно надо пробовать по-любому его на краш-тест все достал специально обученный японский прибор драк чеки стики камни вазовские посмотрел блин 2 п.е. в результаты замера диаметра 2 п.е. это по японской классификации это 0 235 тысячных понимаете да то есть 0 235 миллиметров после замеров как всегда шнур оказался завышенным диаметром и получился 0 29 сотых почти 0 3 ну с кем не бывает все шнуры завышены то есть больше или меньше это что все там начинают там вязать узел потом блин этот узел плющит микрометром и у них еще получается даже тоньше от заявлено это конечно вызывает улыбку надо мерять оптическим микрометром минимальные замеры да то есть шнур уже не равномерный максимальные замеры смотреть я беру по максимальному диаметру прожил когда то есть как он идет где меньше где больше в самом большом это 0 29 вот шнур завышен и завышен так ну как то так смотрю не по-японски я то есть давно разные шнуры тестирую да и из опыта что-то мне подсказывает надо ребята дергать надо дергать его на разрыв ну что я уже его дергал много раз да то есть я не верю своим глазам банда давайте посмотрим так ну что банда давайте попробуем это дело все исполнить вот вы увидели что я ниоткуда его не смотрю будем прям отсюда прям даже отрезать не буду наматываем не жалея его на один штик стики японские специально для па и шнуров на то вам наматываем так сказать на другой стик так заводим тут опять умники найдутся надо смочить еще чуть я уже пробовал всяко не давайте посмотрим сейчас я вам покажу феноменальный результат там 8600 где-то думаю всем прекрасно видно вот даже до 9 там не дотягивает даже восемь с половиной ну что мы видим наш пуля наш пуля мы видим заявленные четко явно вот 19 килограмм вот думаю продолжать это как бы сказать до бесконечности нету смысла я это уже устал дергать это я хотел именно показать вам ну надо сказать он стабильный он всегда останавливается на восьми с половиной килограммах ну вот это видите даже при таком диаметре почти 03 это даже хуже хуже чем вот такие вот тоненькие тоненькие шнуры они даже это больше держали вот как то так результаты теста вы все видели вот скажу честно вам я давно свое начало все очень давно заниматься изучениями тестов шнуров да и скажу по отношению разрубной нагрузки диаметру разрубной нагрузки диаметру я такого откровенного говна не видел уже давно я думаю уже это время закончилось вот это прям такой очень очень жесткий жесткий китай наверное с нулевых может быть да наверное ну нулевые года ну вот жирные нулевые да или как их там по-разному говорят вот это прямо из того времени это все подлетело я затрудняюсь сказать является ли этот шнур подделкой или является чисто японским куплен он я не скрываю на алиэкспрессе стоил вполне себе блин недешево ну вот честно скажу сейчас уже не помню историю тоже не стал копать по какой цене по какому ценнику его покупал вот такая вот история так что делайте вывод решайте сами иметь или не иметь вот такие вот оригинальные продукты есть у нас на алиэкспрессе но так как ситуация не выяснена японские это или китайская какая-то подделка я кстати даже вот я вспомнил я даже написал продавцу что вот такая вот фигня я ему даже по моему тесты даже скидывал там видео можно сделать у них нету оказываться в китае ютуба потому что я там пытался ему по ютубу за идей в итоге я там делал файлы ему скидывал короче вот на что он сказал блин брат я понимаю что такое дерьмо горит но я горит не виноват я горит им горит торгую я горит мне что дали тем торгую то есть вот типа вот такая короче история приключилась никто мне там замену чего-то там еще и претензии не воспринял не предложил вот такая вот история я скажу это попадались мне на то тоже катушки оригинальные шимановские вот я их делал то и честно скажу тоже в каких-то я просто не могу доказать да ну я не лаборатория какая-то экспертная но тоже в каких-то моментах я начал маленько свое мнение начало у меня такое колыхаться да что является ли они действительно сделаны там в малайзии по малайзийским технологиям да потому что сами знаете что низший дивизион шиманова делается в малайзии высший дивизион делается в японии то есть вот какие-то такие моменты они давно меня мучили кстати банда если кому интересно продолжить тест именно 12 жильных шнуров и у кого что то есть присылайте мне ну то есть как бы вот пишите что вы об этом думаете вообще в целом присылайте мне 12 жильные шнуры на тест если у кого то есть вот чисто с японии такой куплен ну обязательно я бы хотел бы его протестить и попробовать является ли вот это вот или это просто шимана всех так треска от очень жестко либо это тут китайцы уже что-то намудрили но в любом случае я думаю для всех это было интересно вот все кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео до свидания до новых встреч до новых встреч как в общем на